К концу года, к концу декабря, биткоин выше или ниже, чем 30к. Но однажды с фондовым рынком произойдет что-то очень плохое. С американским долларом, с евро, с британским фундом. С системой. Случится что-то системное. И когда это произойдет, нарушатся все эти корреляции. Правда? И вдруг вы увидите, как биткоин, золото, отвяжутся от облигаций, акций. И я не предсказываю, что это случится завтра или, например, послезавтра. Ясно. Но над миром нависла угроза начала Третьей мировой войны. По крайней мере, мы уже в экономической войне. Окей. Это очевидно. Адепты крипто и адепты биткоина скажут мне, «Хей, Олесио, как-то недостаточно ты веришь в биткоин». То, во что я недостаточно верю, это когда желаемое выдают за действительное. Итак, приветствую вас и добро пожаловать в видео, в котором мне выпала честь приветствовать Менуэля Блай из компании Doe Theory. И в этом выпуске... Привет. Мы подробно поговорим о биткоине. Это будет интересное обсуждение, потому что Менуэль Блай подробно расскажет нам о том, что происходит с биткоином, используя свои графики. Поговорим о том, насколько вероятно продолжить рост биткоина, возможно, то, о чем думает Менуэль Блай, о достижении биткоина исторического максимума в следующем году, и насколько это вероятно. Или же он скорее настроен по медвежье. Каков сценарий Менуэль Блай считает более вероятным. Так что присоединяйтесь. Итак, Менуэль, большое спасибо за то, что присоединился к нам в этой сессии. Это здорово, и я действительно рад тебя видеть. И хочу напомнить, что новостное письмо от Doe Theory, было признано журналом Wall Street Journal, было признано в настоящий момент лучшей новостной рассылкой. И, Менуэль, кстати, как у тебя дела? Все в порядке? Да, у меня все отлично, и спасибо, что пригласил на свой YouTube-канал. Кстати, Менуэль, я знаю, что твоя специализация — это фондовые рынки. И твоя новостная рассылка в большей степени сосредоточена на фондовом рынке. Но я также знаю, что у тебя очень большой интерес и в других рынках, как облигации, золото и серебро. Но как часто ты смотришь в сторону и крипто, и насколько тебе это интересно? Каждый день, каждый день. Ты уже от этого пирога успел отхватить? Не буду спрашивать, сколько есть у тебя биткоинов, но ты балуешься этими вещами — биткоином, крипто. Правда заключается в том, что на самом деле нет. И особенно сейчас, потому что я чувствую, что каждый буквально говорит о биткоине. И сейчас общий настрой уж слишком сильно бычий. Поэтому я жду отката. Отката? Да, я жду отката. Ясно. Но может придется ждать долго. Да, вполне может. Хорошо, Мэнюэл, мой первый вопрос к тебе будет таким. Каким ты сейчас видишь биткоин? В прошлом у нас было очень уверенное ралли. За последние несколько недель. Ралли, о котором мы много говорили и которое мы ждали. Простите, что сейчас повторю, иногда я звучу как сломанная пластинка, о чем я уже также неоднократно говорил. В общем, то, что я говорил про биткоин на этот счет. Следующее. Движение биткоина за последние несколько месяцев представляло собой коррекцию ABC. Этот паттерн, за которым последует ралли, которое в итоге мы и получили до примерно 40 тысяч. Так что все на месте. Думаешь ли ты, что это может стать началом большого движения в направлении исторического максимума? Или нет, ты думаешь, что это ралли, которое, вероятно, может сойти на нет? И да, я знаю, что ты не предсказатель. Я в курсе. Но я думаю, что для нашей аудитории на Ютубе скорее будет интересно узнать то, что ты думаешь. Даже несмотря на то, что мы все довольно зрелые, и мы прекрасно понимаем, что нет никакой уверенности и нет никаких гарантий. Но все же людям будет действительно интересно узнать то, что ты думаешь, и что более вероятно для биткоина в текущей ситуации. На мой взгляд, для биткоина сейчас наиболее вероятный сценарий увидеть восходящий верх, но не исторический верх. Например, я сделал расчет с помощью очень точной системы под названием «Правила семьи», в которой я получил целевую цену в 36 700, а также еще одну высокую 47 200. Но я думаю, что это очень высокая цель, до которой может дойти биткоин, после чего произойдет очень глубокая коррекция. И уже в этот момент я начну покупать биткоин, потому что я хочу увидеть этот откат. Поэтому, скорее всего, мы увидим большие цены, но сразу после этого мы увидим очень большую коррекцию. Вот так я считаю. То есть ты говоришь, что после достижения на потенциальные 40... Какая у тебя была цель? Ты говорил 47. Первая цель, которую я упоминал, очень достижима. 36 700. А вторая цель 47 200. Ясно. Понятно. И ты утверждаешь, что после того, как мы достигнем этого потенциального уровня, в 47-ка мы, возможно, откатимся. Точно. И ты говоришь, что будешь дожидаться, пока это произойдет, чтобы потенциально начать закупаться биткоином. Да, потому что я хочу увидеть эту активность, а также объемные паттерны во время этого отката. Потом посмотрим, ведь я также использую и объемы. О, я уже предвижу вопросы и комментарии под этим видео, где люди будут говорить, «О, Мануэль, ты упустишь эту возможность. Этот жизненный шанс пройдет мимо тебя, нежели сейчас зайти в биткоин по низкой цене, пока он не подоржал до 40». В общем, представляю, что сейчас будут писать. Люди ведь скажут, когда биткоин поднимется до 40, они напишут, «О, Мануэль, ты все упустил». Что сейчас ты можешь сказать? Да, что бы они там ни говорили, я вижу его сейчас абсолютно перекупленным. Поэтому для меня это не время покупать. Так что я хочу дождаться отката, я хочу видеть соответствующее движение цены, а также хочу видеть у эфира подтверждение, если оно возникнет. Ты ведь знаешь принцип подтверждения в Dove Theory. И в зависимости от того, что будет у эфира, а также в зависимости от паттерна по объемам, вот тогда, возможно, я скажу себе, что ж, пришло время откупать этот откат, но не на историческом максимуме. Верно, верно, конечно, да. Да, ты прав. Ведь это заблуждение по биткоину и всего остального. Да, иногда мы покупаем пробития, это верно. Но также есть и подход покупки откатов, после чего ты уделяешь внимание неподтверждениям, объемам. Поэтому это может быть непросто, но как только ты начинаешь понимать, как это сделать, это начинает работать, потому что ты заходишь по более высоким ценам, ставя короткие стоп-лоссы. Ведь если ты купил стоп-лоссы, конечно, ведь может быть откат. Есть один вопрос, который я хочу задать тебе, который подняла Александра Овергаак, потрясающая предприниматель, криптоэнтузиаст, а также еще и криптоаналитик. Она подняла этот вопрос и попросила передать его тебе. Я думаю, это отличный вопрос. Насколько вероятно для биткоина пойти в одном направлении, скажем, в бычьем направлении, а для фонды и пойти в обратном направлении, то есть в медвежьем? Но я не говорю, что это произойдет, что это даже может произойти в конце концов. Я лишь говорю в теоретическом аспекте, гипотетически, насколько это вероятно, потому что биткоин и фондовые рынки были в положительной корреляции. Обычно. Не всегда, но более-менее большую часть движений они сохраняли тандем. И, на мой взгляд, очень маловероятно одному рынку, например, фонде, двигаться вниз, а биткоину двигаться вверх в направлении исторического максимума. Мне кажется, это маловероятно. На мой взгляд, это из области причудливого мира. Я знаю, биткоин меняется, все меняется. Адепты крипто и адепты биткоина скажут мне, «Хей, Олесио, как-то недостаточно ты веришь в биткоин». То, во что я недостаточно верю, это когда желаемое выдают за действительное. Да, вещи меняются. Если мы с вами посмотрим на золото в 70-х и сравним с биткоином, то увидим, что золото было в отрицательной корреляции с фондовым рынком. Тогда рынок падал, а золото и золотоискатели росли. После этого корреляция изменилась. Дальше. Давайте посмотрим на облигации. Облигации также были в отрицательной корреляции к фондовым рынкам. Они стали спасительной гаванью, когда фондовый рынок падал. Активы переходили в облигации. А теперь посмотрите в 19-м или 22-м году. Они совершенно коррелируют. Оба идут вниз, оба идут вверх. Так что портфелем, составленным на 60-40%, пришла абсолютная хана. Так что корреляция изменилась. Да, изменилась. И теперь к биткоину. Что я хочу сказать про биткоин? Я думаю, что однажды, и это не будет завтра. Или в этом месяце. Но однажды с фондовым рынком произойдет что-то очень плохое. С американским долларом, с евро, с британским фундом. С системой. Случится что-то системное. И когда это произойдет, нарушатся все эти корреляции. Правда? И вдруг вы увидите, как биткоин, золото отвяжутся от облигаций, акций. И я не предсказываю, что это случится завтра или, например, послезавтра. Ясно. Но над миром нависла угроза начала Третьей мировой войны. По крайней мере, мы уже в экономической войне. Окей. Это очевидно. Поэтому, если мы посмотрим на 70-е, тогда золото и акции не коррелировали. Фондовый рынок падал, и даже американские облигации падали из-за более высоких ставок. А золото росло. Да. Затем, то, как работала эта корреляция, поменялось. Я думаю, что когда-нибудь, если предположить, что интернет выживет, конечно, это серьезное допущение, но предполагая, что интернет выживет, то почему бы биткоину не вести себя так же, как вело себя золото в 1970-х? Когда люди осознали, что, вероятно, доход по акциям начнет сокращаться, стоимость американских облигаций начинает сокращаться, при этом процентные ставки взлетели в небо, и хоть дефолт, возможно, и не был на горизонте, но выход дефицита из-под контроля мог случиться. После чего люди осознали, что, смотрите, есть единственная безопасная гавань, это биткоин. Ведь все может поменяться, не сейчас. Сейчас биткоин ведет себя как акция, это ликвидность, и ликвидность двигается в обеих направлениях, но все может поменяться. И это уже меняется. Уже меняется, да. Да, Мэнюль, большое спасибо. Последний вопрос, который хочу тебе задать, перед тем, как мы завершим. Ты кое-что упомянул интересное. Ты сказал, что ты ожидаешь подтверждения по эфиру. Что должен подтвердить эфир? Что должно произойти у эфира, чтобы подтвердить то, что делает биткоин? Хорошо. Давайте предположим, что образовался откат. А затем биткоин или эфир, неважно, они пробивают нисходящий низ. При этом по одному из них подтверждения нет. Для меня это будет очень бычий сигнал. То есть у нас образуется откат, вот оба уходят вниз. То есть один из них опускается ниже предыдущего низа. В то время как у второго такого подтверждения не образуется. Такой сигнал для меня будет очень бычьим. Особенно, если после такого неподтверждения образуется большой объем. Это мне скажет о многом. Осталось ли все самое плохое позади, и пришло время для покупки с очень коротким стоп-лоссом. Прямо под низом этого отката. Окей, Май, ну или еще один вопрос, который у меня есть для тебя. Очевидно, что никто не знает будущего. У нас нет кристального шара, но давай приколимся. К концу года, к концу декабря, биткоин выше или ниже, чем, скажем, 30к. Так что я уже подсказываю тебе, будет ли цена выше или ниже, чем 30 тысяч к концу этого года. Выше, потому что это является нашей ценовой целью. И обычно наша ценовая цель достигается. Так что, окей, выше. Что ж, Мэйнуэль, большое спасибо, что зашел к нам в гости, рассказал столько много интересного и поделился своей экспертизой. А вам, ребят, если понравился этот выпуск, пожалуйста, покажите свою благодарность в виде лайка, подписки и бесценного комментария. Мэйнуэль, а я с тобой прощаюсь, и до скорой встречи. Пожалуйста, Олесю, мне было с тобой приятно пообщаться. Спасибо. И тебе спасибо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!